В будни, выходные, днём и глубокой ночью работники медицинской сферы с честью выполняют свой долг. Приходят на помощь и спасают жизнь людей. Прошедший год был сложным для них, пандемия не сбавляла обороты. Приходилось работать без сна и отдыха. Вот уже почти два года, как мы находимся и работаем в ковиде. Это, поверьте, тяжёлые условия, тяжёлая работа. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Огромное количество вызовов, более тысячи в день, каждый день поступают в поликлиники. Поликлиники обслуживают не только вновь поступившие вызовы, но ещё оказывают помощь тем, кто обращается в поликлинику. И сейчас они ещё и заняты, плюс ко всему, и вакцинацией. Чтобы как можно скорее остановить пандемию, в Химках работали мобильные пункты вакцинации. Привиться можно было не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Благодаря слаженной работе врачей, городской округ вышел в число муниципалитетов, лидеров по темпам вакцинации в Московской области. Вакцина разморозилась. Нет остатков, нет кусочков льда. Сейчас будем вакцинироваться. Обрабатываем место укола. Делается в плечо, внутримышечно. Всё. Держим пальчиком. Большое внимание в этом году уделялось развитию новых медицинских центров. На улице Родионова открылась поликлиника «Мама и малыш». Здесь беременные женщины проходят обследование с момента постановки на учёт. Современное оборудование позволяет проводить диагностику пороков развития и хромосомных аномалий плода даже на ранних сроках беременности. Мы оказываем помощь во время беременности и условиях дневного стационара. Женщинам, которым необходимо терапию проводить до 22 недель, а также введение антирезусного иммуноглобулина у резус отрицательных женщин, а также другие манипуляции. На базе Химкинской областной больницы открылся центр рассеянного склероза. В городском округе проживает более 300 человек с этим диагнозом. Теперь они смогут получить как амбулаторную, так и стационарную помощь рядом с домом. Также центр будет принимать больных из Дмитрово, Дубны, Долгопрудного, Лобни и Солнечногорска. А для маленьких пациентов в Сходне открылась новая детская поликлиника. Шикарно. Мы очень рады. Мы долго ждали её открытия. Правда, поликлиника большая, комфортная, просторная, светлая. Да, нам всё нравится. И мы рады, что её открыли. Приём здесь ведут как врачи-педиатры, так и специалисты узкой направленности. Кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог и хирург. В красной зоне Химкинской областной больницы тоже произошли изменения. Стационар оснастили новым оборудованием. Каждому койко-место подвели кислородную розетку, через которую больной получает около 4 литров кислорода в минуту. А на подстанции скорой помощи появились новые машины. Автомобиль, укомплектован по 388 приказу, класс С, то есть реанимобиль, намного комфортабельнее тех, которые у нас были до этого. И по мягкости хода, и по мягкости для пациента, и по условиям стоя работать можно. И аппаратура здесь просто на высочайшем уровне. Она вся Медумат, Вейман, Корплюс. Классная аппаратура, вся импортная. Я думаю, что с этим оборудованием будет намного комфортнее оказывать медицинскую помощь нашим людям. Ахимкинская областная больница в этом году получила новейшее лабораторное оборудование. Например, вот этот аппарат автоматически делает биохимический анализ крови. В распоряжение врачей поступили также аппараты КТ, МРТ и СКТ. Современная техника и открывшиеся медицинские учреждения позволят жителям округа пройти все необходимые исследования рядом с домом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok